Кто потерял флешку с секретами британского Хитроу и почему Кевин Спейси решил сменить ориентацию? Об этом не только в нашем обзоре. Флешку с секретной информацией о британском аэропорте Хитроу нашел прохожий в парке Лондона. На носителе было 2,5 гигабайта данных о кодах доступа, маршрутах эвакуации и размещении скрытых камер. На карте памяти были также записаны маршрут и меры безопасности, принимаемые во время присутствия в Хитроу королевы Елизаветы. Как флешка оказалась на улице, пока неизвестно. Оскароносный голливудский актер Кевин Спейси сознался в нетрадиционной ориентации. На собственной страничке в Твиттере он прокомментировал обвинения своего коллеги Энтони Реппа в сексуальных домогательствах 30-летней давности. Спейси написал, такого не помнит, ведь скорее всего был в нетрезвом состоянии, но прощения все же попросил. И, пользуясь случаем, заявил, имел отношение как с женщинами, так и с мужчинами. Отныне решил стать открытым геем. Концентрация углекислого газа в атмосфере выросла до максимального уровня. Такие неутешительные данные опубликовала в своем отчете Всемирная метеорологическая организация. Согласно исследованиям, по итогам прошлого года в каждом кубометре воздуха 403 мл СО2. Это на 45% больше, чем было всего лишь 300 лет назад. Если подобная тенденция не изменится, утверждают эксперты ООН, глобальное ухудшение климата на планете неизбежно. Цирковое представление для детей-беженцев устроили в Бангладеш. Сотни мальчиков и девочек-мусульман Рахинджа собрались в центре самого большого лагеря для мигрантов – Кутупалонг. Местные актеры, переодетые в клоунов, показывали трюки, жонглировали и смешили публику. Это импровизированное представление – часть так называемой драматической терапии. Ее проводят в лагерях беженцев, чтобы отвлечь их от тягостных воспоминаний.